В рамках дисциплины метода и средства исследований дизайна одежды со студентами группы KIL 51V мы оформляем результаты лабораторных работ в формате единой Google-презентации. Вот сейчас вы видите, что студенты все работают и также у нас осуществляется взаимодействие в режиме реального времени. Первая работа была направлена на изучение изменений линейных размеров текстильных материалов при выполнении соединительных швов. То есть наша задача состояла в том, чтобы определить показатели уработки материала в ниточные строчки и посаживания. Студенты привели результаты своих исследований, испытаний образцов и после мы уже обговорили особенности учета исследуемых показателей на этапе разработки лекал. То есть на каком этапе необходимо учитывать данные показатели и как трансформировать предварительно шаблоны деталей перед оформлением лекал. То есть в данном случае мы определили, как определять величины припусков на уработку по направлению нити основы и нити утка. Следующая задача заключалась в изучении влияния значений силуэтных прибавок на восприятие объемно-силуэтной формы изделия. Мы решили воспользоваться инструментами 3D-программы CorelClo3D и использовали ресурсы SaperGraphis для подготовки базовой конструктивной основы. То есть опять-таки наша задача заключалась в том, что каждому из студентов были выданы соотношения прибавок по линии груди, талии и бедер. Базовая конструктивная основа SaperGraphis была адаптирована под значение этих прибавок. И далее шаблоны деталей импортированы в CorelClo3D. Мы собрали 3D-модели и провели онлайн-опрос, в котором участвовали студенты и преподаватели. И наша задача была визуально, глядя на изображение цифровой модели на виде спереди, сбоку, сзади, определить, к какому силуэту больше подходит эта модель. И вот результаты мы получили и сравнили с теми данными, справочными данными, которые рекомендуют конкретное сочетание прибавок. То есть, например, первый вариант – модель с прибавками по линии груди 2 см, талии 2,5 и 3. По справочным данным она более соотносится к прилегающему силуэту. И по данным опроса мы подтвердили, что пользователи именно визуализируют эту модель как прилегающий силуэт. А вот, например, другой крайний у нас получился вариант. По справочной информации вот такое сочетание 9,9,8 прибавок более характерно для прямого силуэта. Но, тем не менее, большая часть, 50% из числа респондентов визуализируют этот силуэт как полуприлегающий. То есть, в данном случае мы проверили, насколько правильно, корректно предлагаемая по справочной литературе информация по сочетанию прибавок. И как эти прибавки визуализируются. Ну, не в физической одежде, мы проверяли на цифровой одежде. И сейчас наша задача в рамках третьего задания. Мы оцениваем влияние процентного распределения прибавки к полуобхвату груди третьему на восприятие объемно-пространственной формы. То есть, мы взяли различные варианты распределения прибавки на участки спинка, пройма, полочка. И также вот сейчас работаем над тем, что воссоздаем модели в 3D, проводим их анализ. Вот сейчас студенты работают. То есть, мы смотрим, как это выглядит в плоском чертеже. То есть, заведомо мы взяли правильные распределения и неправильные. То есть, и вот такой формат подключения 3D дает возможность увидеть эту модель на аватаре. Посмотреть, на каких участках конструктивные параметры больше или, наоборот, меньше размерных признаков. И тем самым мы можем даже оценить не только внешний эффект трехмерной модели, но и чертеж конструкции. Продолжение следует... Продолжение следует...